И уж, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня с вами рассмотрим все концовки Hello Neighbor Diaries. То есть это все те самые как раз-таки фрагменты, те самые воспоминания нашего Ника Рота, которые как раз-таки расследуют, куда же пропал наш Аарон, маленький дружочек, сын соседа, куда же он все-таки подевался. И все эти воспоминания мы сейчас с вами разберем, посмотрим, что они из себя такого представляют. В принципе, их здесь довольно-таки много. Я надеюсь, что вам это интересно, я надеюсь, что этого вы ждете и, разумеется, поставите лайк, потому что проходить, проходить, ребят, то есть эту игру очень сложно, очень сложно. И, разумеется, все эти концовки ты не сможешь получить. Чтобы получить все эти концовки, ты должен прям вообще идеально все пройти и сделать все, найти все объекты, которые там присутствуют в этой игре, чтобы тебе показались все концовки. Потому что я уже и в подвале побывал, и везде побывал, вы видели мое прохождение, те, кто смотрит мой канал. Там уже много этих концовок есть, но они в каком-то странном порядке. Давайте здесь все разложено по порядку, в принципе, в этом видосе. И давайте все-таки делать какие-то выводы. Видим, здесь у нас некрот. Смотрит куда-то, смотрит вдаль. Разумеется, видит записку. Это уже мы тоже наблюдали уже с вами. Написано «Hello». И с ним здоровается, вы сами знаете, кто. С ним здоровается тот самый Аарон. То есть вот этот вот паренек. Он с вами здоровается через дорогу, то есть он находится в доме по соседству. И потом мы с ним начинаем как-то после этого общаться. То есть ник Рот у нас познакомился, получается, с Аароном именно вот в таком вот ключе. В случайном, можно сказать. По записочке. Также мы здесь наблюдаем, как они ходят по магазинам. Мы наблюдаем здесь других персонажей из Hello Neighbor. Из Secret Neighbor в том числе. И мы наблюдаем то, что у них тоже есть какая-то своя дружба. И мы замечаем здесь, скорее всего, какой-то, знаете, момент. То, что с нами тоже познакомился этот Аарон. Только потому, что он нас увидел с другим другом. То есть он заинтересовался нами, не знаю, каким-то образом. Здесь мы наблюдаем записку. Нам сказали, что встретимся возле Альпак. Ну, либо возле Лам вот этих вот интересных. В 8 часов вечера. И то есть Аарон направится в 8 часов вечера в специальный зоопарк. Специальный парк. Скорее всего, расположенный как раз таки в Золотом Яблоке. И там будут вот эти вот Ламы. Наблюдаем то, что сосед здесь что-то придумывает, раздумывает. Чертежи какие-то лепит постоянно. Конечно, разумеется, это вообще все в настолько яром, не знаю, прибодрении духа соседа, что он не может остановиться. Все больше и больше всего этого рисует. Прям на безумном уровне все это выходит. Разумеется, нарисовал он здесь на чертеже тот самый, ту самую карусель, на которой произошла трагедия. Вы, наверное, помните, какая трагедия. А именно смерть Люси, которая как раз таки упала на такой карусели и разбилась. И сейчас нам показывают, видимо, тот момент, когда этот сосед придумывал эту карусель. И ожидал момента, когда все-таки можно все это построить. То есть это еще до момента, когда умерла Люси. Мы видим здесь Golden Apple Factory. То есть это, ребята, не парк Золотое Яблоко. Это именно завод Золотое Яблоко. И вот что производят на заводе Золотое Яблоко, лично для меня непонятно. Но, скорее всего, там производят части для как раз таки аттракционов, которые находятся у нас в парке Золотое Яблоко. Скорее всего, так это работает. Возможно, и нет. Но мы об этом узнаем. Здесь мы видим, что они пробрались куда-то. Видимо, в тот самый парк Золотое Яблоко какую-то закрытую комнату. А здесь были всякие вкусняшки. Возможно, они пробрались в магазин. Потому что в магазине мы тоже сейчас будем видеть всякие интересные вещи. То есть они в магазин тоже сейчас будут заглядывать. Они видят открытую дверь. И что там? Там опять какой-то хлам. Там очень много хлама, который они сейчас будут использовать для того, чтобы собрать из этого хлама всякие интересные изобретения. И, разумеется, мы наблюдаем то, что они сейчас зайдут в эту комнату и будут творить. Ну, погнали, погнали. Что тут можно сказать? Они здесь не только творят, так они еще и телек смотрят. Посмотри, ай-яй-яй, какие хорошие. Но они находятся, опять-таки, не в парке Золотое Яблоко. Я прошу напомнить, ребят. Они находятся на заводе. Они находятся на заводе Золотое Яблоко. И отсюда, кстати, видно сарай вон из окна. Хм, интересно. Возможно, этот сарай... Это и есть тот сарай, в котором мы появляемся? Хм, интересно. Они находят отмычки, и эти отмычки помогают им открыть и взломать замки у тех шкафчиков, которые стоят в этом помещении. Понимаете, да? Узнав об этом, то есть позвонили Теодору Питерсону, видимо, он узнал об этом, и что произошло? Или звонят по другому причине, интересно. Пока непонятно. Прикольно то, что у них даже вот этот телефон, да, видите, цифры в непонятном каком-то положении находятся. То есть не в стандартном. Он отметил не 31-е, видишь, я понял. Это сказали о открытии его парка аттракционов. Он был намечен на 31-е число, но получилось так, что 31-е число не получилось, видимо, и они все перенесли на начало месяца. То есть аттракцион открыли раньше, чем он был готов. Я думаю, вы понимаете, к чему все это ведет. Аттракцион открыли раньше, и, разумеется, некоторые недоработки по итогу остались. И парк в итоге не справился. Вот этот вот аттракцион, который он разработал, американские горки, они сломались. И, разумеется, это повлекло к тому, что Люси вылетела из оси. Как бы это смешно ни звучало. Какой-то куин. То есть мы ложим здесь какую-то ловушку в дом, в почтовый ящик нашего соседа. Вопрос, что это за сосед и что это за собака. Все-таки, может быть, это та самая собака с парки, которую мы все-таки наблюдали напротив дома соседа. То есть там не было дома ни корота. Там был именно дом какого-то непонятного мужичка, и, видимо, там и была эта собака. Возможно, это так и есть. Видим здесь то, что из парка золотое яблоко как раз-таки что-то везут. И мы наблюдаем то, что это уже... Точнее, не из парка, а из завода. Блин, как сложно называть. Они названия делают одни и те же. Там золотое яблоко, тут золотое яблоко. Из завода они повезли какие-то штуки, видимо, в парк. Разумеется, скорее всего, это имеет значение основное. То, что он все-таки пошел, собрал вот эти вот все предметы, связанные с новым аттракционом. И повез их уже делать в сам парк. И мы здесь наблюдаем то, что они разобрали игрушку и решили переделать какую-то, видимо, голосовую штуку сделали этой игрушки. Это та самая игрушка, которая была у Мии, если что. И, разумеется, возможно, это нам даст понять то, что игрушка может что-то говорить. То есть она не просто обычная плюшевая игрушка, она действительно имеет какие-то возможности, какие-то способности. И здесь они разрабатывают какое-то непонятное изобретение, которое по итогу должно... У-у-у, я понял, что они делают. Ой, вам лучше не знать, короче, вам лучше не знать. Они пердят. Они пердят, и пердящие звуки у нас исходят как раз-таки из этого пианино. Я так понимаю, так это работает. То есть они специально это сделали пианино, специально сделали эти клавиши для того, чтобы они издавали пердящие звуки. И, видимо, хотят эти пердящие звуки кому-то подсунуть. Для того, чтобы кто-то сыграл на них и, разумеется, облапошился. То есть на всю аудиторию, которая будет на них смотреть. Они пробникают в какой-то сарай. А в сарае как раз-таки и находятся, должны были находиться вот те самые ламы. Там ли они? Давайте посмотрим. То есть они уже, в принципе, возле этих лам были. Нам этого не говорят. То есть мы... Он изначально, видите, Ник отвлекает эту девочку для того, чтобы эта девочка просто-напросто не заметила, что инструменты, которые только что там стояли, они заменяются. И, разумеется, из колонок начинается пердеж. Возможно, это, кстати, и есть Люси. И эта шутка, разумеется, обошлась им боком. И их уже хватает полиции за то, что они наделали. За их проказничество. И, разумеется, мы вспоминаем, что в 8 часов вечера что-то там начинается. Что-то там начинается. Почему-то все время в 8 часов вечера, да, заметили? К ламам мы шли тоже к 8 часов вечера. В 8 часов вечера мы идем в парк Золотого Яблока. Который, кстати, уже почему-то разрушен. О, заметили? Это очень странно. Не, он не разрушен. Хотя здесь, да не, вон сколько всего валяется. И здесь у нас почему-то находится Мия. В этом парке. Возможно, именно Мия нас сюда и позвала. Вопрос только для чего? В данный момент мы наблюдаем, что детей здесь очень много. То есть это уже говорит о том, скорее всего, что это уже следующий день. И это уже утро. Да? И маленький ребенок в шоке кричит. Что все-таки что-то там поломалось. Что-то там улетело. Мы с вами знаем, что. Мы с вами знаем, что все-таки там улетело. Не знаю, возле какого здания он стоит, но мы видим то, что оно заброшено. А, ну, возможно, да. Возможно, да. То, что это и есть дом соседа. И после вот этих вот событий, дом соседа, они, разумеется, уничтожили. Как, в принципе, и возненавидели самого Теодора Питерсона, из-за которого произошел этот инцидент. Ну, в принципе, практически все как по книгам. Мы, разумеется, прокрадываемся в это помещение. Находим там подвал. А в подвале у нас что? В подвале у нас тот самый Некрот. Ой, какой. Тот самый Арон Питерсон. Такие дела. Ребят, это все. Это все. Видео уже началось заново, если кто не понимает. С этого начинается видео, да, вот с того, что мы знакомимся. И заканчивается тем, что мы проникаем в подвал. И, возможно, на этом как раз таки начинается сама игра. На которой как раз таки нас и ловит Теодор Питерсон. За то, что мы заглядываем, суем свой нос в чужие дела. Ну, все-таки не чужие, все-таки у нас друг, все-таки он был нашим другом. И все-таки он пропал, и мы немножко беспокоимся. И это, в принципе, вполне себе в порядке вещей. Это, в принципе, так и должно быть. Так что неудивительно, что наш нос действительно заинтересован тем, что же там происходит в доме у соседа. Потому что Арон пропал, с Аароном больше нет возможности связаться. Мии тоже нету, дом какой-то весь побитый, избитый у Теодора. После этого инцидента с Люси, которая умерла, погибла на аттракционах. Разумеется, все это произошло. И мы с вами знаем то, что потом сосед куда-то денется. То есть соседа сейчас будет обвинять во всех грехах. То, что он является самым ужасным преступником. Хотя от него по этой истории мало что зависело. Потому что они просто-напросто перенесли дату открытия парка на целый месяц. То есть у него было запланировано 31 число, а открылся парк 1. Вот такие дела. На этом все, ребят. Надеюсь, вам понравилось. Интересная такая история. Мне кажется, это офигенно. Вот эти вот все концовочки, они супер офигенно открывают некоторые детали. И это реально интересно. И надеюсь, вам понравилось и вы ждете от меня больше таких видео. Возможно, даже мы с вами попроходим эту игру еще. Но зависит все, разумеется, от вас. Если вам интересно, покажите мне это своими лайками, своей активностью. И мы обязательно с вами продолжим проходить. Спасибо за просмотр. Не забывайте про бусти. Потому что бусти это то, где я вас всегда жду. Мне очень приятно, если вы меня поддерживаете через бусти. Потому что вы сами знаете, сейчас на монетизации ничего не заработаешь. Ютуб ничего не платит. Копейки полнейшие у меня выходят в месяц. И, разумеется, очень будет приятно, если найдутся такие люди. Найдутся мои фанаты, которые готовы меня поддержать. Потому что там плюс к этому еще даются всякие плюшечки. Если вам интересно. Такие, как роли в Дискорде. И возможность добавлять меня в социальные сети. Так что не упустите эту возможность. И поддержите меня. Мне будет очень приятно. А с вами был Олег. Спасибо за просмотр. Это была игра Hello Neighbor Diaries. И всем добра.